В то время как рядовая американская семья в среднем зарабатывает 70 тысяч долларов в год и платит 14% федеральных налогов, у американских миллиардеров все выглядит совсем по-другому. В распоряжении издания «Про публика» оказались данные о налоговых декларациях богатейших людей США за последние 15 лет. Их содержание не то чтобы кого-то сильно удивило, но еще раз подтвердило тезис о том, что американские миллиардеры знают, как избегать крупных налоговых выплат. Так, бизнес-магнат Уоррен Баффетт, заработавший с 2014 по 2018 годы 125 миллионов долларов, заплатил всего 0,1% налогов. Глава Амазон Джефф Безос, за то же время заработавший больше 4 миллиардов долларов, меньше 1%. Медиамагнат и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, пополнивший свой бюджет на 10 миллиардов долларов, полтора процента налоговых отчислений. Больше всех в этой четверке в государственную казну отправил Илон Маск. С 2014 по 2018, заработав полтора миллиарда долларов, он заплатил 3,25% налогов. При этом гиганты бизнеса законодательство не нарушали. Как утверждает «Про публика», в США существует множество способов, как можно легально снизить свои налоговые выплаты. Особенно, если вы глава крупной компании. Ключ к этой лазейке – какую сумму указывать в качестве заработной платы? По данным налоговой службы США, в 2018 году суммарная зарплата 25 самых богатых американцев составляла 158 миллионов долларов. Это всего лишь 1% от их общего дохода, указанного в налоговых декларациях. Остальное поступило в основном в качестве дивидендов, а также продажи акций и облигаций, которые облагаются более низким налогом, чем заработная плата. Как пишет издание, уже долгое время официальная зарплата Безоса равна доходу среднего американца – 80 тысяч долларов в год. Основатель Apple Стив Джобс, вернувшись в компанию в 1990 году, и вовсе установил себе зарплату в 1 доллар. То же самое в свое время сделали глава Oracle Ларри Эллисон, сооснователь Google Ларри Пейдж и основатель Фейсбука Марк Цукерберг. По данным экономистов Калифорнийского университета, прибыли американских миллиардеров содержатся в акциях, стоимость которых каждый день то растет, то падает. Из 4,25 триллионов – почти 3 триллиона в ценных бумагах. Есть еще один способ, к которому прибегают люди из списка Forbes, а именно – невыплата дивидендов. Как пишет пропублика, на эту стратегию опирается Уоррен Баффет, который утверждает, что вместо того, чтобы раз в квартал выплачивать прибыль, полученную от акции их владельцам, лучше вкладывать деньги в развитие компании и тем самым увеличивать стоимость акций. Если бы компания дивиденды выплачивала, Баффет получал бы около миллиарда долларов ежегодного дохода и задолжал бы налогов на сотни миллионов долларов. А так ни дивидендов – ни проблем. На что же живут сверхбогатые люди, не реализовывая свой доход? Оказывается, на кредиты. Займы налогом не облагаются, а проценты по ним существенно меньше, чем налоговые отчисления. Так, если вы получаете огромную зарплату, вы будете платить с нее 37%. Если продадите акции, потеряете контроль над компанией, выплатите в казну 20% от полученной прибыли. А если возьмете огромный кредит, будете платить в пределах 10% от суммы и никаких налогов. Благо, у глав крупнейших компаний есть что предоставить в качестве залога. В 2014 году компания Oracle сообщила, что ее генеральный директор Ellison имеет кредиты, обеспеченные его акциями, на сумму около 10 миллиардов долларов. В прошлом году Tesla сообщила, что Илон Маск заложил акции на сумму около 60 миллиардов долларов в качестве залога по личным займам. Простым же американцам, которые не имеют возможности брать такие внушительные кредиты, налогов приходится платить в несколько раз больше. Для сравнения, в 2018-м 25 богатейших людей страны заплатили в общей сумме подоходный налог в размере чуть меньше 2 миллиардов долларов. Рядовые американские наемные работники – 143 миллиарда. Валентина Васильева, Анатолий Кошенко. Настоящее время. Америка.